Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И завершая разговор о книге «Бытие», мы обратимся к 50-й главе. 50-я глава – последняя в этой пространной книге. И говорится в ней о том, как Иосиф поверил своим слугам забальзамировать Израиля. И вот 40 дней употребляется на бальзамирование. Бальзамировали Иакова, и 70 дней его египтяне оплакивали. После чего Иосиф говорит фараону, вот отпусти меня, я должен похоронить отца. Отец мой заклял меня, сказав, похорони меня в земле Хананской. И фараон его отпускает и говорит, похорони отца твоего, как он заклял тебя. При этом мы с вами помним, что Иосиф занимает важное очень место в жизни Египта. И поэтому, собственно говоря, то, что фараон его отпускает, это такая нетривиальная совершенно вещь. Это не так, что он просто взял отгулы и куда-то двинул. Он все-таки руководит жизнедеятельностью административной в Египте. Ну и вот все с ним пошли, слуги фараона, старейшина дома его, имеется в виду старейшина дома Иосифа, оставили только детей и скот, мелкий и крупный скот. И вот они пришли в землю Хананскую, похоронили и оплакивали там. Так оплакивали, что даже жители земли той удивлялись и говорили, какой плач у египтян вот в этой земле. То есть, собственно, в Ханане они все воспринимались именно как египтяне. И Иосиф с братьями возвратился в Египет. Дальше братья подумали то, о чем надо было подумать давным-давно, что вот теперь отец умер и Иосиф возненавидит нас. Имеется в виду, что отомстит нам за то, что мы с ним сделали, когда уже вот отца нету, и мы для него остались теми, кто попытался его убить. Ну и важно, что они, подумав это все, не прячутся и не удирают, а наоборот, тому просят прощения у Иосифа, говоря, «Ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». На самом деле, фактически, Иосиф в данной ситуации признается своими братьями главой клана вместо умершего отца, потому что Бога называют Бог Отца твоего, не Отца нашего, Отца твоего. Ну и вот Иосиф говорит им, «Не бойтесь, я боюсь Бога». Значит, он имеет в виду, что он не будет мстить, не будет показывать свою власть над этими людьми, потому что он боится Бога. И, соответственно, такого человека никакой необходимости бояться нету. Вот, собственно говоря, еще одна важная этическая идея для всей заключительной части книги «Бытие» «Не бойтесь, потому что я боюсь Бога». Человек, который боится Бога, в общем, не представляет опасности для окружающих, а наоборот, скорее, будет для них источником блага и источником благословения. И снова, как мы уже говорили несколько глав назад, Иосиф говорит, «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Предполагая, предлагая увидеть, что вот в результате этого зла, которое не только замышляли, но вообще-то и сделали над Иосифом его братья, Бог произвел некоторое добро. Ну и насколько добро из всего этого вышло, в каком-то смысле читатель остается в недоумении, потому что предполагается, что читатель знает реальную историю народа Божьего. И, кроме того, дальше уже вот книга исхода, которая будет говорить о рабстве, в которое попали все потомки Иакова в Египте.